Добрый день, уважаемые розоводы, подписчики и гости канала Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня я сделаю небольшой обзор английской розе Дэвида Остина The Dark Lady. Роза выведена в 1991 году. Как и для многих английских роз, рекомендована шестая климатическая зона. А это значит, что для выращивания в средней полосе России розы надо на зиму очень хорошо укрывать. В моем саду уже растут английские розы Golden Celebration, Элди Брейтвейт, принцесса Александра Кенская и другие. Я заказывала розу в семейном питомнике Меховских и осенью прошлого года высадила саженец. Место выбрала солнечная роза почти весь день будет на солнце. Розу я сажала во второй половине сентября и до наступления морозов она хорошо укоренилась. На зиму я укрыла ее вместе с другими розами двумя слоями спонбонда плотностью 60. Розу я не окучивала, а вокруг куста присыпала компост слоем 5 сантиметров. Роза хорошо перезимовала и начала свое первое цветение в третьей декаде июня. Но весна и июнь в этом сезоне были очень холодными и многие розы зацвели позднее обычного на две недели. Поскольку роза посажена осенью, то за ней я ухаживала как за взрослой розой. Давала те же удобрения только в половинном размере, ведь при посадке яма была хорошо заправлена и розе вполне достаточно внесенных ранее удобрений. Но особое внимание я уделяла подкормкам по листу с добавлением микроэлементов. От болезней вредителей я проводила профилактические обработки и до конца сезона роза не болела. Роза отличается не только красотой, но и ароматом. Аромат яркий, приятный. Цветки темно-малиновые, крупные, до 10 сантиметров, густо махровые. Возможно, в силу своей молодости побеги элегантно поникают под тяжестью цветков. Роза The Dark Lady переводится как темная леди, но, несмотря на название, цветки у нее не слишком темные, ярко-малиновые и бледнее с обратной стороны лепестков. Цветки появляются и по одному, и в небольших кистях по 2-3 штуки. Куст у розы раскидистый, пышный, но и очень колючий. Побеги у розы растут в стороны, и я подвязывала куст. Почву под розами я мульчирую скошенной травой. Это не дает пробиваться сорнякам, улучшает структуру почвы и служит органической подкормкой. Конечно, роза пока наращивает корневую систему и не цветет обильно, но, надеюсь, через 2 или 3 года роза проявит свою красоту. И это характерно для всех английских роз. Но уже в столь юном возрасте роза показывает, какой у нее красивый цветок. Желаю розе легкой зимовки, чтобы весной 23 года снова встретиться со своей красавицей. Всем желаю здоровья и прекрасных роз! Уважаемые подписчики, благодарю вас за поддержку! Всем спасибо за просмотр! Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Субтитры сделал DimaTorzok